Я Вика Пономарёва, там про меня в принципе написано в программке, не буду разливаться мыслью по древу. Интерес у меня, я последнее время задумываюсь о том, что у чувств тоже есть какой-то путь развития, не только с точки зрения какого-то взросления человека и даже наоборот, вообще не связанный с возрастом как таковым. То есть есть некоторая, условно, задержка в развитии чувств, она где-то происходит по какой-то причине. И какие-то переживания, они вытесняются, уходят, сейчас специально не буду пользоваться какими-то терминами, так чтобы такое рабочее тесто материала подготовить, уходят в так называемую теневую часть личности. И в последнее время меня захватывает идея про то, как созревает доверие, что такое зрелое доверие и как с ним дальше обходиться жизнью. И как связано доверие с таким чувством или переживанием, или комплексом переживаний как обида, как переживание предательства как такового. То есть очень часто клиенты приходят к нам с невозможностью любить дальше кого-то. Подорванное доверие – это остановка любви и желания находиться рядом с другим. Муж изменил, например, а семью сохранить хочется, а невозможно. Или там утрата произошла, работа потеряна, и дальше работать хочется, обиды столько на несправедливость Бога, мира, работодателей и так далее. То есть это такой затык, и как с этим быть, как с этим быть в работе, и как с этим быть в своей жизни. Вот скорее вот такая история размышления. У меня нету какой-то готовой модели. Это скорее вот то, что может рождаться сейчас в обсуждении, в проговаривании. Может, если захотите, тоже присоединяйтесь к идее. Или там возникнет какое-то упражнение у вас в голове, можете посоветовать, присоединиться, и мы его вместе проделаем. Вот. Это то, про что я здесь. А вы как? Давайте начнем с такого небольшого момента, просто на что я опираюсь очень часто и в работе с клиентами, да и во встрече с собственной жизнью. Если есть возможность, ну вот просто на белом пространстве нарисуйте круг. Ну, просто обычный кружок, плоский 2D-кружок. А как передает звукой собачки? Ну, сейчас расскажу. С тенью. То есть просто геометрическая фигура круга получилась, да? И вот, отвечая, Миш, на твой вопрос, заштрихуйте тенью. Ну, знаете, как вы на уроках рисования нас учили давать объем, выделять из пространства объемную фигуру. То есть просто вот сбоку, знаете, как сам кружок. Сейчас. Можно я покажу, Мишка, тоже у тебя возьму? Я рисовать не умею, если что. Ну, это чаще всего выглядит вот таким вот образом, да. То есть, ну, условно, да, получается шар. Условно получается шар внутри этой всей истории, да. То есть если мы... Ну, чем больше тени мы добавляем, тем больше объем шара. Ну, и сюда она тоже выходит, да, как там... Где-то за вот этой вот формой, да, или за контуром личности. Такая она может выйти. То есть если мы выходим за контур, там, условно, этой личности, тогда мы понимаем, что, ну, там мы не только внутри себя несем какую-то тень, которая дает нашей личности объем. Мы отбрасываем тень на то пространство, ей уже определяя это пространство, да, если... И тогда, ну, из какой-то такой структуры может вырисоваться с тем или иным успехом, да, в зависимости от того, как нас штрихуют, да, как нам позволяют штриховаться. На протяжении, ну, там, развития личности вызревает из вот этой вот плоской, плоского контура, плоской идеи личности, она может выпукнуться и стать такой объемной фигурой. Что часто происходит, да, какие теневые переживания, там, формируют наш объем и одновременно нашими, там, родителями, нашей средой, в которую мы попадаем, да, там, культурой, социальной какой-то историей, социальной ситуацией, что происходит? Эта тень вытирается, то есть берется некий ластик, да, и вот зачищается эта личность, да, то есть что происходит в этой точке? В этой точке происходит, ну, остановка в развитии теневых переживаний. Чаще всего, ну, что в тень уходит? В тень уходит злость, в тень уходит агрессия с ее проявлениями разного рода, ну, такими, ну, что такое агрессия, да, aggression, движение навстречу, да, progression – это, ну, вперед, а aggression – это вот движение навстречу и на столкновение с чем-то или с кем-то. И это тоже теми или иными моментами, сегодня Вика много говорила, тоже, да, вчера Гала говорила, так или иначе, оно подвытесняется. Иногда, иногда, в хорошем смысле этого слова, потому что мы говорим о том, что интроекцирование, оно же бывает двух видов, да, то есть есть как защита, действительно, как проявление грани, предъявление границы, защита человека, который формируется, то есть, ну, интроект на тему того, что нельзя переходить на красный свет дорогу, не надо перепроверять, нельзя и все. Да, там, достаточно, там, стыдно ходить голым по улице, да, это опасно. Ну, во-первых, можно простудиться, да, во-вторых, ну, можно быть избитым, осмеянным, остыженным, тогда мы детям говорим, слушай, вот это, похоже, стыдно. Да, и тогда стыд, как регулятор социальный, он скорее обрамляет эту тень, нежели вытирает, зачищает. Если же это переходит в ту форму, о которой Гала вчера говорила, да, когда ты грязный, ты отвратительный, тебя надо помыть, вычистить эту тень, да, ты, не знаю, секс – это отвратительно, будешь заниматься им, умрешь, там, злость – это некрасиво, ты выглядишь глупой, да, или глупым, мальчики не плачут, девочки там не танцуют, ну, и так далее, и тому подобное. То есть это может быть подправление границ этого шара, да, и тогда мы говорим большое спасибо, это то, на что опирается развитие переживания. То есть что да, оно есть, да, это так, ну, вот с тобой происходит. И тут я говорю сейчас одновременно с двух позиций, да, с позиции, ну, такого воспитателя-опекуна, и тогда мы говорим о ребенке, да, или и с позиции терапевта-сопровождающего, да, очень часто клиенты приходят и говорят, это ужасно то, что я чувствую, то есть это ужасно, мне надо каждый раз там мыть руки перед тем, как я, не знаю, прикоснулась или прикоснулся там к половым органам другого человека, или это отвратительно, я чувствую обиду, на обиженных балконы падают, да, или там я иногда так злюсь, что мне кажется, я готов убить другого человека, эти фантазии ужасны. Да, и в этой ситуации там идея про то, чтобы подтвердить это чувство, да, ты злишься, да, там, твои фантазии, они на своем месте, все нормально, но при этом желательно эти фантазии не реализовывать, да, потому что, ну, там, санкционирование фантазии про убийство реализованных, это тюрьма, и всячески погано это все заканчивается, да, и тогда вы подтверждаете, да, этого делать, ну, не надо спать с каждым встречным, который понравился, то есть сразу сходу реализовывать эту фантазию, то есть это, ну, определенным образом санкционировано, да, то есть вы поддерживаете эту сторону, вот, но при этом, ну, помогаете клиенту обрамить это переживание в какую-то, подыскать ему удачную форму объемную. И, возвращаясь к тому, какие, ну, чувства, ну, там, могут быть вытеснены в тень и давать объем этой личности, хочу обратиться к вам, чтобы не звучать как лекция, да, в том, что, как с вами, когда рисуете, что происходило, какие вот переживания в таком формате предания тени. Мне очень нравится. Мне очень нравится. И, потому что я обращаю внимание, я очень четко уделяю, где я заканчиваюсь, да, где моя выпуклость, какая моя выпуклость в тени, да, и именно от этой части отбрасывается тень на среду. Я, 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 ну, кайфую в этом. Мне кажется, очень красиво. Правда, красиво. Ну, правда. И я понимаю, что это красиво, это не только проявлено. Вот. Ну, на мой взгляд, это действительно красиво, то есть, ну, когда я знаю об этом когда я это не затираю когда я знаю тоже когда рисуете обращайте внимание на то какое количество шара уже какое количество вы готовы затенить какое хочется оставить светлым, совсем таким отбрасывающим, возможно, свет отражающим свет продуцирующим свет изнутри возможен проявляйтесь переживаниями на то, о чем я говорю на то, как у вас это получается там рисовать так, чтобы мы могли опираться на ваши живые переживания сейчас если Таня сказала, что ей очень нравится я как-то так вот быстренько справилась ну, да, я видишь, что я аж отстранилась от рисунка да, от свидания я выпала у нас это какой-то этот шар матовый, наверное, даже нарисован одним движением руки я его не выпиляла от одни границы еще и тем так тоже как-то нарисовала очень быстренько не знаю как-то тревожка тревожка тревога больше связана с самим заданием или какая-то с тем, что с расшифровкой задания скажет скажет о том, что у меня там какие-то совсем большие проблемы проблемы? с задержкой развития ну, это не это, ну я боялась, что вот эта формулировка это что-то очень обо мне и это всегда для меня всегда страшно что-то понимать ну, потому что сначала очень много радости что, Боже, наконец-то я поняла а потом, как с этим жить то есть это ж любое хорошее или плохое ты понимаешь все равно это по-другому все равно это какой-то страх я вот волновалась что вот эта формулировка задержка развития она диагностически звучит и может я не могу как не чувствоваться мне достаточно много было от нас это только да смотри ты аккуратно ну так экологично с собой обходись если там чувствуешь что что-то что-то как-то буря, мглое, небо кроет ты сигнализируй если там способлена сама останавливаться ты останавливайся если нет Вика лучше так буря, мгло, небо кроет, все давай, мне ты мне нужна ну и не только Вика я думаю тут же народ такой отзывчивый как мне кажется да я тут, наверное, больше не помню сейчас доставить злости потому что ну того ручка это неправильно надевает да ну я на самом деле люблю я успокаиваюсь все равно у меня есть акварельный скетч-блокнот и у меня есть профессиональные хорошие карандаши щит да это, конечно сейчас очень суррогатная история для тебя ощущение я знаю что для меня это на самом деле очень ресурсно когда я специально выбирала себе блокнот определенного размера который мне удобно ныкать по квартире у меня дети знают что вот эту железную коробку которая стоит больше тысячи нельзя трогать это не ваши карандаши вот какая травма у тебя поверь мне у них хватает в отношении свое есть это же интересное это же интересное вот эти конкретно нельзя это это важно границы если есть у них свои пусть и будут своими рисами и мне сейчас знаешь как-то ты от меня просишь вот сейчас вот так ручкой на бумаге хотя бы да рассматривать теневую часть мне вообще не нравится знаю мне не нравится ты же важную штуку говоришь это еще одна история как встречаться с собственной тенью и ну вот как Таня верно заметила мы же отбрасываем тень мало того мы не одиноки в этой всей истории с объемными переживаниями рядом с нами у чуда оказываются другие люди да и вот это искусство пребывания с другим с себе-то присвоить тень это полбеды вторые полбеды это делегировать или заметить или ну тут разрешить не то слово это просто ну как контроль а признать право на тень у другого человека и тогда здесь мы говорим о такой корректировке ожиданий ты говоришь я же у меня же у меня ага-га и я вот а тут ручка бумага камон вика ручка и бумага что-то фигню какую-то предложила гарандаши раскладка так вот это тоже то чего бы хотелось сегодня ну коснуться немного это и в работе с клиентами и в собственной жизни как не болезненно без кровищи по стенам корректировать собственное ожидание то есть не контролировать не отрезать а корректировать по отношению к другому в соответствии с признанием того что ну как-то опять же я это я ты это ты моя тень это моя тень у тебя она тоже есть я признаю мне с этим конечно ужасно я конечно же хочу чтобы ты перманентно недвижимо ко мне был повернут только светлой стороной и я желаю отражать только светлую сторону а не увеличивать свою теневую часть с помощью тени другого человека вот но жизнь мне очень нравится Сережка Сытник говорит Викульчика жизнь вносит свои коррективы он такой очень так спокойный тут вот ну жизнь действительно вносит свои коррективы и часто теневые стороны увеличивают друг друга да и такая была тень а стала мгла в какой-то точке окей да я хотела сказать что я совсем не знаю другая история я вообще не рада как художника вообще никак ничего никогда не имеет и когда я сказала ну вот арестуете как-то этот объем я пыталась начинаю пытаться я просто сначала выполняла инструкцию я очень понимаю как сейчас когда я пытаюсь свои чувства обозначить я хочу сказать что у меня было немножко тревоги похоже а может и не немножко что останется малосветным это первое второе я сейчас заметила практически сразу как только я сразу заметила ух ты я вот так вот как-то делаю у меня получается как будто вырисовывается какая-то мордашка а вот как-то как-то славная шевелюрка вокруг этого прическа такая славная девочка вот то есть я это что-то что-то умирительное мгновенно как-то превратила и сейчас когда я приостановилась и задумалась то наверное если бы с самого начала я бы совсем не видела как чего рисовать или как это надо делать я бы наверное вообще ну очень мало нарисовала этой теме точно меньше чем то что получилось сейчас покажешь вот так вот да так интересно штрихи прям волну перейдут тоже с проблемой рисования да я на самом деле не знаю светлый шар даже маленький тренировочный рисовал у Тани тень а у меня нет что-то какой-то какая-то нейтральная форма голова сверху высого мужика покажи пожалуйста сейчас покажу но при этом очень похожее переживание что это для нас сначала было мало темы но еще увеличить и мне стало не нравится что такое порчу вот слушай действительно на мужика похоже то есть тебе не кажется я сразу в направлении заходи да шарики такие вспомнил какую-то картину даже графика шары красиво тень лежит у краев такая густая бежитцентр разбавляется шар умнее люди парикмахер как шмагла сейчас вернемся к этому спасибо большое ассоциация рассказывает что на самом деле на картине вы штрихованной черно-белой серым крадышом нет ни одного штрихованного пятно и даже светлая штрихована в этом часах много такого внутреннего наблюдения штрихована не существует не существует правда У меня такое интересное наблюдение, я тоже не рисую от слова «сосер», и когда, ну, нарисовала изначально такая, какая-то странная шрифтура получилась, и я тень начала доводить до идеального круга, ну, то есть, возможно, не идеальных, да, с другой идеальности, но тем, ну, тем образом собрать фигуру, вот, ну, мне нравится то, что, ну, получается, мне кажется, еще чуть-чуть потянить, попробовать вообще. Не останавливай, не останавливай себя, вы можете взаимодействовать, если есть желание дальше с этим шаром, то есть, не прерывайте этот контакт. Ага, что, как еще, Танюш, как ты? У меня надо, чтобы оно красивое было, тень или свет, ну, честно говоря, хуферу. Ага, это прикольно. Я сижу, думаю, как раз хорошо я порисовать могу. И сначала, да, красными я никогда не рисовала, и потом оно оставляет тут такую... Каемку? Такую, ну, не знаю, жирную точку, вначале штрихом. Ну, ладно, хер с ним, я ее использовала. Получился такой клубочек. Угу. Ну, вот, ну, мне, ты говоришь про тень, а мне надо, чтобы, ну, тень, ну, как бы, ну, чтобы красиво было, короче. Угу. Главное, чтобы костюмчик сидел. И мне важно, что у меня все время для того, чтобы этим заниматься сейчас. Да. Потому что я боялась, что мне не хватит времени, имя вот эти данные, сделать то, чтобы мне это нравилось. Угу. Спасибо, то есть у меня есть метод. Да, есть, правда. Вот. И, кстати, ну, я же говорю, можете продолжать, там, возвращаться к этой, ну, своей фигурке на протяжении всего обсуждения, совершенно это не значит, что там отложили тетрадочки и идем дальше. Нет, это... Ты как-то отказался от идеи порисовать, Сашка. Да? И мороз только. А ты не. Не? Что-то скажешь про это, или... Ну, мне все нравятся. А, все, окей. Ну, смотрите, если, ну, там, опираться на ситуацию здесь и сейчас, можно такую картинку-зарисовку сделать, да, зарисовку переживаний, которые вызывают столкновение с собственной тенью и тенью другого человека, и зарисовку приблизительных стратегий взаимодействия. И тогда мы говорим о отвержении, отвращении, злости, скорее... Нет, вот здесь страх, а здесь... Подскажите. Тревога. Тревога и готовность, ну, так, что-то быстренько изменить, да, замазать кучеряшечки, бантик, то есть как-то... Ну, это тоже тревога и страх, да, то есть что мы приукрашаем, мы приукрашаем какие-то, на наш взгляд, некрасивые тревожные вещи. И если, ну, там, отвращение и злость ярко прозвучали, да, то здесь вот, ну, такая недифференцированная тревога, но с желанием приукрасить. Здесь симпатия такая прям. Я бы сказала, даже, ну, отслеживаю, возбуждение... Возбуждение, да. ...от того, что мне не нравится. Возбуждение тоже табуированное, но это скорее не чувство, это состояние табуированное. То есть нельзя, запрещено, возбужденная женщина какая-то не такая, как должна быть, да. Нужно быть очень... Опасная. Опасная, точно. Опасная и какая-то вот стыдить надо это дело. Тушить, сушить, затенять, да, затирать. И здесь помогите справиться. Ну, отказы от деятельности совершенной, да, там, то есть, ну, как... Ну, не то чтобы... Не хочу, мне нравятся все остальные, свое не хочу, да. У меня есть приятие исходных данных и страх не оскоряется. Спешка. А здесь как-то... Как ты говорила, так интересно я... Что-то вылетело из головы. Мне очень понравилось то, что, я говорила, не идеальная форма была. Я начала затенять и доводить до идеалов. Да, стремление соответствовать, да, то есть, идеал. Это, да, да. Это не просто ответственно, если не возражаешь, а про то, что своими, ну, тенями, да, вот темными сторонами доводить до формы, ну, до полной формы, до полноты. Кто-то сказал, что там она должна быть такая. Ну, не знаю, тут скорее... Я сейчас не иду за идеей, что у меня есть какая-то критерий по работе с проективной... Это проективная, по большому счету, такой упражненец. Просто оно, я скорее использую его как иллюстрацию того, как мы встречаемся с собственными переживаниями, вытесненными, ну, в так называемую теневую часть, да, и с переживаниями клиента, который вдруг либо внезапно, либо там хронически сталкивается с болью обнаружения объема, который был по какому-то, ну, теневого объема, по какому-то стечению обстоятельств, по какому-то его жизненному пути. Он был усечен, обрезан, высветлен, выбелен, вытерт, ну, то есть вот это остановлено, действительно, вот это вот развитие выпуклостей, да, это можно, ну, идти в сторону идеи там формирования, ну, не знаю, вторичных половых признаков, как выпуклости, да, то есть то, что останавливается кем-то. Да, часто это родители или, как я уже говорила, модно сейчас называть, да и, в принципе, на мой взгляд, правильно, значимые опекуны, потому что часто это не родители, это могут быть бабушки и дедушки, дяди и тети, это могут быть воспитатели в детских домах и так далее и тому подобное. То есть скорее такие фигуры значимых опекунов, ну, да, часто мама и папа, ну, реально существующие или существующие в системе семьи, ну, реально не представленные в жизни ребенка, ну, там, не знаю, по причине работы, там, я не знаю, отъезда, депривации детской и так далее. Вот, и тогда как с этим обходиться, да? А, еще одна вставочка, совершенно она не моего авторства, я скорее, мы об этом рассуждали на одной из групп, Вовка Кулешов очень интересно сказала, я, ну, подвисла на этой истории, про то, что сама идея возможности сформировать и теневую часть тоже, она зависит от того, как созревает доверие. Уже много было сказано и вчера, и сегодня про доверие к миру, про маму, про то, ну, то есть из книжек мы знаем много. Вот, а я предлагаю вам, ну, такую тоже метафору, про несколько этапов созревания доверия. Ну, например, у меня сейчас сыну 5,5 лет, и он, ну, точно верит в Деда Мороза, у нас, ну, там, точно верит в фею. И я, ну, как-то не мешаю им это делать, и как-то даже поддерживаю пока что это мистическое мышление, потому что, ну, на мой взгляд, понятное дело, взгляд материнский, мне скорее хочется немножко придержать. Помните, там, в Мэри Поппинс есть фразы про то, что пока еще они слышат голоса птиц. Вот, через какое-то время они вырастут и перестанут слышать голоса птиц. Он пока еще слышит голоса птиц, мне вот это хорошо. Вот, и ему тоже. И я говорю о том, что любое мое слово, и Вика сегодня много говорила об этом на лекции, любое мое слово, как вот его мамы, любое слово папы и вот значимых людей вокруг его жизни, оно априори правда для него. И мы говорим о генерализированном доверии. Да, то есть я привожу в пример, ну, такого, я надеюсь, условно здорового ребенка психически, да, хотя говорят, что дети психотерапевтов одни из самых несчастных, ну, да ладно, остановим этот момент, да, вот, условно здорового человека, которого, я надеюсь, ну, как бы любят как-то, вот. В общем, знаю из себя, что любят, а дальше, не знаю, посмотрим, что скажет его психотерапевт. Потом, через лет 20. Я к чему? Это вроде как та история, где генерализированное доверие формируется по условно здоровому пути, да, то есть мама говорит, что-то, ну, там, хорошее, Дед Мороз все еще есть, ну, там, мама с папой как-то вот вроде не врут, вроде какие-то обещания выполняются, ожидания выполняются, да, и вот эта вот идея про исполненные ожидания, про то, что мир отзовется на мои ожидания, это вот этап такого генерализированного доверия, что я, что бы я ни сделал, меня будут любить. То есть представьте себе, ну, такой, я не знаю, спортивный даже не мат, вот на батутах вы прыгали сейчас или там видели, как прыгают, это плотная такая резиновая ткань, по которой можно любой стороной, хоть там, я не знаю, с перепадвы подвертом, то и можно бегать по ней, можно там полностью всем телом лечь и шататься. То есть, ну, вот если говорить о метафоре, то генерализированное доверие, оно вот такое. То есть как бы ты ни прыгнул, как бы ты ни упал, тебя отпружинит, и там будешь носиться, там, говоришь. Можно, конечно, столкнуться с сиблингами на нем, но это скорее будет больно, нежели, ну, как-то недоверчиво, то есть скорее так. То есть мир прогибается подо мной и подкидывает меня выше и выше. Это весело, здорово, если я сам это выбрал, это вообще отлично. Да, и побольше бы, побольше такого времени. Это я говорю про, ну, ситуацию, и опять же, я говорю, я надеюсь, моими глазами, конечно, про ситуацию условно здоровой семьи, и условно здорового отношения к ребенку. Возвращаемся к идее, где этого доверия нет. То есть вот этот мат убирается, и тогда подо мной либо твердая почва постоянно, если я упаду, будет больно. Тогда я не доверяю этому миру, стою только прямо, я в какой-то плоском формате, да, я не соприкасаюсь с ним разными частями своего, я не отражаюсь в него, он меня не подкидывает, не поддерживает. И тогда я как-то одной своей стороной, одной вот этой вот 2D-формой, я существую в этом мире. И это доверие тогда, получается, ну, как бы приостанавливается. И я иду по развитию идеи того, что все-таки все, что будет дальше, я иду в поиске вот этого, ну, мата, да, или батута. И тогда вырастаю я с идеей, что другой, который станет на место значимого опекуна, он мне обеспечит этот мат. И выбирая партнера, ну, например, жену, да, или мужа, или друга, или сотрудника, или, ну, то есть человека, с которым, возможно, сформируется это доверие, я начинаю к нему относиться с точки зрения потребности вот в таком генерализированном доверии. И я его рассматриваю как этот батут. И сильно разбиваюсь, когда оказывается, что он не плотный. И тогда, если вернуться к идее развития доверия, чем старше мы становимся, тем больше становится, ну, что ли, пространство между тканью доверия, между тканью этого батута. То есть где-то дырочку прожигает идея про то, что, ну, нету Деда Мороза. Ну, нету его. Что это, в общем, родители придумали. Где-то дырочку прожигает то, что, ну, не всегда выполняются обещания. Что друзья там в школе могут, ну, там, обидеть, разозлить. Где-то много дырочек прожжены, ну, какими-то идеями встречи со своими вот этими теневыми переживаниями. И тогда, если мы говорим о том, что вначале было все плотненько, и оно сформировано, то к следующему этапу у меня не батут, у меня сетка. Да, то есть сеточка, на которую уже по-другому можно опираться. То есть если я встану на сетку ногами, я провалюсь, скорее всего. Да, и тогда я корректирую ожидания от другого с предположением, что я могу провалиться. По условно здоровому формату это развивается через корректировку ожиданий. То есть, например, я выбираю своего партнера. Я предполагаю, что он – это он, я – это я. У нас у каждого есть свои сеточки, свое доверие. И тогда мне хотелось бы, чтобы он не изменял. Но так произошло, что я вот встала в этой сетке и провалилась ногой. Он такие вот, ну где-то я попала в эту историю. Тогда я могу или как в силках запутаться в ней. И чаще всего так и попадают, вот как вы отражаете, на терапию. Люди сильно, то есть все еще желающие дальше быть с этим партнером, но с ногами или руками провалившиеся вот в эту идею отсутствия доверия. Могу запутаться и могу воспринять вообще как потерю доверия. Не заметив, что эта сетка, с ней просто по-другому есть смысл обходиться, если я хочу дальше продвигаться, понимать, что я упор делаю на какие-то стабильные пересечения сетки. То есть я опираюсь там, где есть опора. Там, где нет опоры, я признаю ее отсутствие. Я признаю, что у человека есть свои теневые переживания. Он тоже шарик, а не плоский кружок, соответственно. То есть он не настолько плотный. И начинаю диалог, начинаю договариваться, начинаю определять вот эти, то, что называется определением границ. То есть я определяю границы этой сетки, чтобы не проваливаться. Если говорить о стратегии терапии, то скорее мы вместе с клиентом, проживая утрату вот этих, прожигание вот этих дыр, часто это длительный процесс, мы их обнаруживаем. И мы понимаем, что осталось от основной вот этой вот, если она была, истории страховки доверия. То есть когда я падаю, меня батут подстрахует. Сетка меня тоже подстрахует нормально, но тут падать надо как-то правильно, понимая, какого она там, какого размера проемчики. Вот. Что думаете про то, что я сказал? Поразмышляйте вместе со мной, как-то вот посочетайте эту историю со своими переживаниями, идеями, отношениями. Ну, значит, такая хорошая метафора про доверие. Ну, как она проводится, прожигается. Ну, или, знаешь, растягивается, и, соответственно, увеличивается, там человек растет, личность, и увеличиваются вот эти вот пробелы в ткани доверия, да, там, они появляются, они есть. И тогда, а, я говорила про генерализированное, и тогда мы говорим об избирательности доверия, о объективной тестировке реальности. Ну, там, о формате встречи с другим, с учетом теневой стороны, и об интеграции этого опыта встречи. Да, что так, вот, ну, не надо сидеть с кошельком в цыганском таборе на распашу. Не надо, но, скорее всего, будет, останетесь без денег, да. Или, ну, вот, скорее, не стоит предполагать, что партнер выбранный станет на место вот этого значимого опекуна и обеспечит вот этот батут. Ну, не стоит. Выбирая жену, ну, не будет она, безусловно, любить мужа, ну, не любит жена мужа, безусловно. Вообще партнеры не любят друг друга, безусловно. Они любят условно. Друг перед другом выполняя какие-то условия, там, не знаю, красоты, наличие, голосы, секса, еще чего-то, ну, условно. То есть предательство – это очень болезненная встреча с неоправданными ожиданиями. То есть я ожидаю что-то от человека, а он мне не дает это. Мне больно. Я провалилась в вот это вот переживание предательства. Саша, ты так улыбаешься, интересно. Ну, вот это определение любви, оно, мне кажется, не всем верно. У меня другое. Любить не за что-то, а вопреки чему-то. Ну, или вопреки чему-то. Ну, это же тоже условие, Саша. Ну, то есть я говорю про условие, условность во встрече с другим. Ну, то есть это будет к или от, но все равно условие. Это не базовая история вот этого мата, базового доверия, которое может обеспечить, ну, какая-то семья. И тогда в этом плане достаточно много разочарования идет еще тоже, да? Вот такой человек неплотный получается. Ни полным телом на него можно опереться. Мне кажется, что вот это все откроется в хорошем этапе. Спасибо. На самом деле, если мы уже правду говорим про отношения с любовью, да, и сомненно, встреча происходит точно на русских условиях. И какое-то время держится. Но, тем не менее, со временем, условия и условия, но, правда, мне кажется, эта сетка и ячейки становятся меньше на самом деле. В близких отношениях? Слушай, правда, наверное, такое столь делает. И, да, если тот становится успешным или неуспешным, и это условие может сработать, но оно точно не мгновенно сработает. Угу. То есть, возможно, потом идет вторая волна растяжения, конечно, тогда это будет долго, но точно. Ну, точно. Я не говорю о том, я скорее говорю о легальности, о возможности того, что имеет право другой разлюбить. имеет право, это не обязательно произойдет, не знаю, это ни в коем случае не селф-шейминг, да, что я должна постоянно быть тогда красивой, а он успешным. Нет. Я говорю о том, что... Да. Нет. Да, кстати, прозвучала я как-то отвратно в этом плане, извините. Но я сориентировалась, скорректировалась. Нет, это скорее легализация этой возможности, про то, что я могу, могу, и он может, и она может в какой-то момент. Можно я еще раз заметил? Я не могу мне ответить. Ну, конечно, отреагиваю домой. Да, тоже. Ну, да. Причем, когда ты говорила, вот мне станет он красиво, успешно, ну, все, уже не буду любить. Потом про себя. Да-да-да, я тоже обретаю. Я сказала красиво, успешно. Ну, надо пересматривать. Да, интересно, договариваться надо на такой... Да, да, это правда. Конечно. Я не татасирую эти сетки, на самом деле. Потому что, если так рассматривать... Терапия. Да, я поняла, да. Это какие-то все-таки штуки, которые там совсем были прожены. Значимыми, как у нами, да? И там, где совсем большие дырки. Ну, я не могу сказать, что они стянулись. Там, скажем, там какая-то латка появляется. Время-время не ездит туда. Или туда просто не ходят. Понимаешь? Ну, если я знаю, что в этой истории дыра... Случайно проваливаются обычно. Случайно проваливаются. То есть, ну, всячески проваливаются, если не заметили. Если обнесли флажками, то да. Да, да. То есть, часто это обнесено флажками, я могу занести, меня туда может занести травма, и занести, ну, там, ветром перемен каких-то, да. То есть, да, да, да. Это зона, которая, ну, вытесняется из идеи вообще себя как такового. То есть, мы туда не ходим. Ну, то есть, я об этом не разговариваю. Это меня не волнует. Я не буду говорить. То есть, это да. И тогда на терапии, когда происходит легализация, там, каких-то этих дырочек и всего, легализация, там, возможности не выбирать другого, даже если выбирал до этого, легализация возможности злиться, ругаться, отвращаться, переживаться, быть несоответствующим и так далее, и тому подобное, тогда в терапии как будто бы, ну, немного приоткрывается вот эта история прорванной сетки. И постепенно, как это, как паучок терапевт с клиентом залатывает. А как это, ну, вот не знаю, сейчас тоже еще поделитесь своими вам. Вообще как, туда мы продвигаемся или... Мне кажется, да. Только я почему-то часто сказала про терапию. Я часто думала, что это про двоих, вот между кем доверие. А я упустила из того, что это генерализация, как будто не разъемного доверия к значимому. Как-то про партнера, да, с которым... Ну, там тогда говорим о выбранном доверии, избранном. С которым этот батут, я не знаю, там, подшивается, подтягивается, разогревается и заплавляется. Ну, да, и про терапевта, да. Да, разогревается и заплавляется. Ну, а он же прорезиненный, как это делать, резиненный. А ведь доверие же может быть только сеткой, например, а какой-нибудь лестницей вверху. Может быть. Да, совсем другая ситуация. Нет, я просто, скорее, знаешь, сетку и батут беру, как страховочные такие, ну, метафору страховки при падении. Вот я же поэтому и подумал об этом, на самом деле, что мы сейчас его рассматриваем, причине нападения. Ну, страховочное. Да. А может же быть не только страховочное доверие, а опорное в плане не, ну, вот, куда-то движешься, сюда вот вверх, и тут используешь это для страховки, а скорее, ну, как? Ступенья. Следующую ступенью, за которую ты цепляешься. Потому что страховка же может быть хорошо все, да. И как бы это же тоже, например, сетку и доверие. Ну, это какое-то фундаментальное доверие, которое, ну, неразрушимо. Ну, ты скорее про твой выбор в развитии, ну, мне как кажется, а доверие все-таки страховка. Теперь можно здесь страховка перед тем, что не упадешь. Незапасно, значит, наверное, для тебя. А если нет, ну, да. Не, классно, что рождается. Я не знаю, правда, тоже интересная идея про доверие, такое, как стабильную какую-то структуру. Просто ты же, да, когда ребенок растет, ты началась с детства, ведь, правильно, вам это может быть абсолютно доверие. Он может только, я побегу, а мама подпишет, ну, подхватит. Он же еще и, правда, опирается на то же доверие, делает попытки роста. Именно опираясь тоже на доверие. Мне кажется, что здесь есть... Разность чуть-чуть. Ну, да, я просто, если развивать историю лестницы, идею лестницы, да, есть еще какая-то реальность, на которую мы вообще, ну, мало влияем. Это реальность нашего взросления. И тогда это сама среда подсказывает, сама эволюция, сама там история миллионов жизней до меня про то, что есть некая структура, что хочу я этого, не хочу, но мне какое-то количество лет. Хочу я этого, не хочу, но я в каком-то состоянии тела у меня находится. Это, ну, вот, знаешь, такие опорные точки про то, где я вообще, ну, не... Ну, хочу, не хочу, но у меня размер ноги будет увеличиваться. Ну, придется под это как-то вот... И тогда бессилие можно рассматривать как доверие. Бессилие перед тем, что я подвержена каким-то изменениям. То есть что мы можем однозначно гарантировать в своей жизни? Мы можем однозначно гарантировать изменения. Дальше мы ничего гарантировать не можем. То есть изменения неизбежны. И тогда вот это бессилие по отношению к неизбежности изменений можно рассматривать как вот эту лестницу. Что оно вот... Хочется, не хочется, но повзрослею. Ну, в смысле физически я имею в виду. То есть я как-то вырасту. Или я какой-то формы тела, какого-то пола. Нет, там можно, конечно, изменять, но там всячески... Ну, туда не пойдем сейчас, боюсь. Завязнь. Можно отрицать. Можно отрицать, тогда я стою на этой лестнице. Ну, если мы говорим о метафоре лестницы, под которой, давайте, уже страховка. Под которой сетка. Да, а там сетка. Вот это вот, как будто то, что если как-то базовым выбранным, ну, аксиматическим, что-то, да? Ну, вот есть Эклидова, я имею в виду, которые предположили, что две прямые и параллельные. Да, есть Эклидова, где предположили, что две прям... Ну, Эклидова, что две прямые и параллельные никогда не пересекаются, а не Эклидова, что они там где-то в стучке бесконечности пересекаются, да? Матеверическое прошлое, да? Вот, и там построилась геометрия на самом деле полностью, и там построилась параллельная другая, да? Да, если бы там куда переходить к твоей метафоре, да, то есть в базе какое-то, да, что какое-то доверие есть, да, ну, к социуму, да? И тогда строится избирательное, что вот здесь дырочка, вот здесь дырочка. Тогда может быть штука, да, если в базе доверия никакого нет, то безопасности никакой нету. И вот только какие-то маленькие островки могут со временем, ну, возникать. Не будет ли тогда, ну, если априори считать, да, что, в общем, безопасности нету, там, ну, как бы доверия как такового не существует... Ну, не сформировалось. Не сформировалось, да. Не существует вообще, как бы, феномена? Или не сформировалось? Ну, скажем так, да, я не знаю, вот сейчас, ну, вот не знаю. Разные вещи, да. Ну, ты, да, говорила о том, скажем так, о таком здоровом, идеальном, ну, то, что мы все сейчас... Не идеальном, условно, я говорю о, нет, условно здоровом. Да, условно здоровом, условно здоровом формировании ребенка, да, который знает, что мир достаточно отзывчивый. Good enough, да. Мы говорим об остановке развития. И вместе с ним потихоньку мы смотрим, где она остановлена, почему это как батут, и впоследствии эта сетка, как выборное доверие. Да, в чем, на чем останавливается развитие чувств, да, то есть остановка в развитии чувств. На отсутствии выбора. Как-то действовать по-другому. То есть на отсутствии, на присутствии вот этого уже в таком болезненном смысле бессилия по тому, что может быть по-другому. То есть, ну, не может быть у ребенка брошенного, даже оставленного на бабушку, кричащего «мама, забери меня назад» и не получающего на протяжении определенного времени, не знаю, нет сроков, на которые можно оставлять. Для каждого ребенка он свой. Кто-то может вот с этой вынужденной беспомощностью, отсутствием выбора встретиться за один день, кому-то нужен месяц, кому-то нужны годы, чтобы встретиться и уже внедрить в себя вот эту вынужденную беспомощь. Кстати, классная тоже такая штука. И, соответственно, вы проверяете, где эта вынужденная беспомощность, которая остановила развитие доверия изгенерализированное в выборное, когда я выбираю, на какие точки опорные ставить руки для того, что, ну, ноги, руки, не знаю, метафорически, для того, чтобы не провалиться в другом партнере, в другом, как таковом, или в мире, как таковом. То есть мы говорим, мы рассматриваем там три уровня, да, отношения с собой, с миром и с другим человеком. И там, и там, и там может быть вот эта вот история с матом или с матом, с батутом или с сеткой. Туда ли мы двигаемся вообще, я вот так как-то. Как вам сейчас? Вы поделитесь своими переживаниями, куда? Очень хорошо двигаемся. А куда? В карольной лечке. В карольной лечке. Я очень-очень ее беспомощность сейчас зацепила. Очень-очень ее беспомощность. Очень интересная эта штука. А может, что будет страшно пользоваться этой сеткой? Конечно. И видишь, что в ней такие же большие дыры. Часов провалиться мало, но... Может, конечно. И чаще всего... Знаете, в чем... Давайте отзовемся, и я еще одну штуку скажу. А то я боюсь, что я заполняю все пространство. А ты что-то говорил. Я... Да. Может? И сейчас я вернусь к этому вопросу. Ты начала о чем-то говорить, Мишка. Ты первый вопрос. Нет. Я уже закончила. Я по-пустому говорю. Саша выразить мне очень интересовало. Да, это правда. Собросили буквально, что ты думаешь. Ну, это... Я пора просить, что это прошу-прости. Я подумал вот о чем. Просто вот пришла бы мысль, мне была важна, что это благодаря тебе. Когда ты говоришь про глубокую переработку, переработка. Ну, тоже, да. Я же думал, ну, вот... Мне пришлось тревожное даже на точках терепии. Ну, да, вот, ну, да. Спасы, у меня полный шепот. Что с ним делать? Он же взрослый, живой. Ну, как? Я же вернусь с ним. Да, ты же три годика, там, или год вообще, да, мама. Не обнимала лисичка, там, не кормила, когда он кричал. Потом подумал, что это же классно. Ведь взрослая, похоже, тихий, она точно обладает очень большим ресурсом. И вот как раз меня это стало очень только какой-то приятной точкой, что в опорном физическом процессе можно об этом даже клиенту говорить, что он говорил. Да, было бы так, но ты сейчас точно обладаешь этим ресурсом. Он попробовал использовать вот этот взрослый ресурс. Вырастить эту часть, вот, вместе. Мы знаем, что это, как я, было очень приятно. А если признаешь за клиентом, что чего-то не было, и что-то уже произошло, иногда что-то страшно. Ну, правда, мы говорим, часто к нам приходят люди с большими, серьезными, даже не дырочками, а взорванными нахрен по стенам, разлетевшимися этими батутами. Да, и тогда признание того, что это произошло. А он выжил, рождает внутри базовое уважение к тому, что он здесь есть. Он жив, условно здоров, так же, как все условно здоровы. И ему хватило сил и выбора прийти на терапию. Значит, он оспособлен на выбор автоматически. И он оспособлен на выживание. И первое, с чего вы начинаете, это, скорее, с уважения к тому, что произошло. Что он здесь есть, и он сам справился. И нет, не вы будете плести ему эту сетку, не вы будете восстанавливать. А он уже как-то умеет, но то, как он умеет, ему больно. Соответственно, вы в поиске идеи про то, как суметь, чтобы так сильно больно не было. Нет, мы судьбу не пришли, а в контексте вы же были про бессилие. В этом плане, как студенты и клиенты знают, я сильно люблю супергероев. Я очень хорошо разбираюсь во вселенных супергероях. Марвел, DC и разницы. И мне всячески нравится рассуждать на тему того, как вот эти две вселенные, и киновселенная, и вселенная реальных комиксов обходятся с идеей компенсации травмы. Потому что это всегда травматики, это всегда и супергерои, и суперзлодеи. И всегда какая-то история или сценарий, повторяющийся, ну, там, в разных... Нет, это просто очень такой повторяющийся сценарий, там, супергероический. Каждый клиент, который к вам пришел, он уже по отношению к своей жизни или супергерой, или суперзлодей. Ваша задачка как-то с этим быть, так, чтобы мне так больно было. При этом все равно с идеей, что он действительно супергероический, как-то справился. Сказала о трех уровнях, ну, себе, паре и социуме. То есть, получается, ну, это та метафора, которая в нем возникла. Ну, я сказала себе другому миру. Ну, да. Не социуму миру. Это более экзистенциальный пережив. Социум – это другой, только их там много других, да. Ну, то есть, получается, это сетки три, и они накладываются друг на друга. Ну, да. Ну, таким образом создается, ну, это полноценная безопасность. Да. Иногда, ну, правда, иногда прорыв в одной. Иногда там пророжена вся история вот этой вот стройной страховки, да. А иногда где-то в одном формате. И тогда работа, соответственно, тому, как вот вы обнаруживаете этот прорыв вместе с клиентом. То есть, в базе, скорее всего, миру как таковому – это такая, ну, вот, базово-детская история, да, когда провал. Если мы говорим о доверии другому, это такой провал, ну, в базе – это шизоидный провал, если возвращаться к киштальт-терапии. В другом – это такой невротический провал, да. И себе – это, скорее, нарциссический провал такой. Ну, там, если, ну, опять же, наложить какой-то такой знакомый, возможно, нам термин. И тогда, смотря, кому я не дверяю, да, смотря где, в какой точке, почему, из-за чего это произошло, здесь это уже такой толчок для исследования конкретной жизни другого. Да, и правда, эти дырочки часто прожжены, ну, вот, такими шариками. И точно вы будете тоже таким шариком, который прожигает сетку другого человека. Иногда вашего ребенка, иногда партнера, иногда близкого человека, иногда матери или отца, или просто другого. И, скорее, бессилие перед этим может или лишить меня выбора, да, и я могу погрузиться в переживание, в пучину. Ну, в чем феноменология бессилия, да, это в тугой жгут перетянутых три аффективных переживания. Это ярость, это ужас и это стыд. То есть можно погрузиться туда, рухнуть просто про то, что мой объем, он, ну, как-то вот совсем, ну, там, дается мне тенью. Что мою жизнь не изменишь, она была, ну, было вот то, что ты имеешь в виду, это было уже, там, это, не знаю, Это изнасилование уже было в этой жизни. Это там смерть родителя или утрата конечности, или утрата работы, состояние, уже оно случилось. И это, да, яростно, это стыдно, это совершенно ужасно. И это же бессилие может послужить опорной точкой, что да, это было, и мы на это обопремся. И точка, где бессилие во встрече вот с этим объемом жизни является одним из условий задачи, эта точка рождает возможность работать с последствиями. Если это бессилие не является условием, если это, ну, вот, эта идея про себя как, и давайте сейчас еще раз я так выскочу в профессиональную позицию, про себя как про терапевта, у которого тоже есть. Объем, шар, вот эта вся тень, все эти прекрасные идовые переживания, какие-то там опыт события в жизни, которые тоже жизнь наша наполнена. Мы знаем, в терапии идут люди с каким-то тоже опытом, часто травматическим. От легкой жизни в эту работу редко идут. Вот. Часто там это раненый целитель, часто это какой-то человек, у которого там свои шрамы подзатянулись, он понял, как этими шрамами поработать. Вот, ну и идет. Терапия – это процесс, на мой взгляд, процесс возвращения, способности выбирать какие-то способы обхождения собственной жизнью. То есть сначала процесс, ну, большого такого уважения, знакомства с человеком, который уже выжил после каких-то изменений. А дальше корректировка его ожидания от жизни, не вы корректируйте, а вы встречаетесь с его корректировкой, вы сопровождаете. И увеличение количества способов обхождения, да, поиск хорошей формы обхождения со своей жизнью, обхождение со своими переживаниями, признание формы собственной, где есть тень, где есть… Не обязательно, что будет кружочек, это может быть любая фигура, да, любая форма. Вы ищите вместе с клиентом. Помните, что для того, чтобы у этой формы был объем, скорее всего, этот объем даст тень. Тогда, когда вы там замечаете эту штуку вместе с клиентом, отражаетесь своей тенью об него, тогда, возможно, изменения, те изменения, которые неизбежны, будут в сторону большего качества жизни. Если этого не происходит, то скорее усугубят боль у другого. Все вот так. Что-то хотела еще рассказать. Что-то рассказала или нет еще? Просто оно достаточно оторвано. Я так приблизительно прикидывала, куда может завести идея про доверие. Ну, видите, скорее остановились на базовой вот этой вот метафоре. Есть же еще такая прекрасная история про то, как впоследствии с неоправданными ожиданиями, вот этим предательством и переживанием глубокой обиды. То есть вот эта вот работа. Хотите еще послушать? У нас 15 минут обида. Я могу рассказать, это, опять же, не претендует на объективность, я могу рассказать, как я работаю чаще всего с обидой. Я представляю себе обиду в метафорическом плане как колодец. То есть есть некий человек, который обижается, есть некий человек, на которого обижаются. Почему обида настолько цена? То есть обиду, как переживание, хранят намного дольше, чем любовь. Намного она ценнее оказывается, и с ней намного сложнее справляться. Буквально поколениями, народами она поддерживается. Почему? Потому что, ну вот представьте себе встречу двух людей. Человек, который обидел, он падает в колодец по отношению к человеку, который обижен. Ну вот здесь они находятся на разных уровнях. Этот из колодца вылезти не может, потому что тот постоянно обижается на него. У него очень маленькое, ну, замкнутое пространство вот этих неисполненных ожиданий. То есть он раз, провалился в мое неисполненное ожидание. Ну, не знаю. Она, он изменил. Он, она украл или там не выдержал там условия контракта. Ну, не важно. То есть он завалился. Я здесь обижаюсь. Ну, вот если я над колодцем, то тогда у меня чего много? Власти. Власти, конечно. Я могу туда плюнуть, я могу туда кинуть какую-нибудь какашку. Я могу туда еще что-то. Я могу орать на него всячески. А, ну, вот задачка вот этого человека, он говорит, ну, что такое извини, да? Выведи меня из вины перед собой. Извини меня, да? И он говорит, извини меня, да? Этот, в общем, может что сделать? Может сказать, пошел ты, б**, и уйти. И тогда все равно у этого много контроля. Тут все равно, ну, вот в его, в их двойной реальности, это же реальность двух человек. Это не объективная реальность на всех, это реальность отношений двух человек. Он может раз, и в любой момент он может вернуться, этот же здесь будет колбасить. Плюнуть опять что-то, кинуть что-то и так далее. То есть много власти и контроля. Поэтому это такое ценное переживание. Мы когда обижаемся на другого, у нас внутренне переживается огромный контроль над этим человеком. Там, я на тебя обижен, выведи меня из вины перед собой. Нет, я на тебя обижен. Там, еще раз, выведи меня, ну, выведи меня. Дальше. Задача, ну, точно так же я могу пойти, сказать, что, ну, там, выведи меня из вины перед собой. Я не хочу. Что я могу сделать, чтобы ты вывел меня из вины перед собой? Не знаю, шубу мне купи. Я куплю тебе шубу, я пошла за лестницей. Да, вышел. Если он купил шубу вот этого, ну, не знаю, жертвенного барашка, да, то есть у нас даже согрешил, покаялся, пошел дальше. Да, то есть прорвал ожидание, этот скорректировал ожидание с помощью какого-то, ну, события или изменения, или еще что-то, пошли дальше. Если я при этом, вот, лестницу я кидаю, он вылазит, говорит, сейчас, подожди за шубой, принес шубу, я в шубе стою. Дальше. Смотрите, здесь вот такая история, очень страх. Почему прощать так сложно? Потому что есть несколько вариантов развития событий. Мы снова наравне, он прощен, и тогда он может сказать, да иди, ты, и уйди. И тогда вот, ну, история, чтобы не перетянуть вот эту обиду, чтобы не отпустить этот контроль, она связана с большим страхом быть отвергнутой после того, как я скорректирую ожидание. Типа, а если ты еще раз так сделаешь, и еще раз так будешь происходить, и так далее, и тому подобное, то есть это, почему я могу держать долго в колодце обиды? Потому что мне будет очень страшно быть отвергнутым, если я прощу. Я утрачу власть обвинения, я, конечно, возможно, получу свою шубу, своего жертвенного барана или свои изменения, но он может меня дальше отвергнуть, мы на одном уровне. И поэтому корректировка ожиданий мы, когда работаем с клиентом и с собой тоже, да, когда вы чувствуете обиды, прекрасное переживание, которое маркирует, ну, не скорректированное ожидание с двух сторон. То есть мы сталкиваемся вот этой невозможностью любить. И в какой-то момент я действительно могу, еще же есть вариант развития событий, выведи привет, а теперь пошел, да, и вот тогда я могу отвергнуть, да, я могу простить и сказать, ну, да, вот шубы этой хватит, этого жертвенного барана хватит, а теперь я говорю, дистанцируемся. Потому что я после этой встречи, после этой обиды, я тебя прощаю, правда, но рядом, ну, нам с тобой дальше не по пути. И это еще один вариант развития событий, где я могу, я действительно могу дистанцироваться, простив своих родственников, которые там, не знаю, меня били, насиловали и так далее и тому подобное. Не обязательно прощение ведет за собой последующие отношения. Прощение может быть одним из этапов прощания. Ну, то есть вы тогда, вы говорите, окей, да, все, вину, контроль, снимаем нахрен из моей жизни, и вот, ну, дальше я могу не простить. Можно не простить тех, кто меня бил, избивал, насиловал и так далее. Это тоже, ну, тогда в пакете все включено, периодически из недр подсознания они меня... То есть это скорее будет занимать мое время, мою энергию и так далее. То есть есть действия, есть последствия действия. Есть действия, есть пакет, все включено. Если я прощаю, пакет, все включено один. Если я не прощаю, пакет, все включено другой. Если я удерживаю один, если... И выбор происходит не между действием. Выбор никогда не происходит между плохо и хорошо. Человек такое существо, которое всегда в хорошо пойдет автоматически. Выбор всегда происходит между так себе последствиями и тоже так себе последствиями. Ну, то есть, и там, ну, там как-то приходится, ну, там что-то как-то корректировать ожидания. И там тоже. И отказ от выбора, ну, отсутствие выбора в жизни – это иногда отсутствие желания встретиться с последствиями. Что если я там выбираю одного мужчину, последствия таковы, что если у меня там определенным образом выстроена идея отношений, да, или там как-то я приняла какую-то форму, последствия, скорее всего, таковы, что другие мужчины мной выбраны не будут. Это печально. Но это последствия. Если я там выбираю изменять жене, последствия таковы, что я, а, ну, могу спалиться, б, могу не спалиться, но постоянно про это тревожиться, ц, могу потерять этого человека, д, е и так далее и тому подобное. То есть последствия. Все зависит. Когда в семейных отношениях, ну, допустим, там уже какой-то кризис, в общем-то там много взаимных именений. Кто оказывается сверху? Кто первый объявился? Или что вы там открываете? Они в соседних колодцах находятся. Так выскочил, плюнул туда, суфа, в обратно. Они находятся в соседних колодцах. Просто колодец, ну, вообще взаимодействие какое-либо начинается все-таки с осознанного предложения вывести из вины перед собой. Если они не извиняются. Не из серии извиняются. Знаете, как этот анекдот про то, что Абрам Изю свиньей назвал. Его потребовали публичного извинения. Говорит, я не умею. Он говорит, скажи, Изя не свинья, извините. Изя не свинья, извините. Знаете, ну, может быть, и такое же извинение. И тогда история вот этих соседних колодцев, вот этих взаимных обид, она не запускается, пока кто-то, ну, действительно не готов что-то сделать для того, чтобы кто-то вывел из вины перед собой. И это не, ну, там тоже нужно рассматривать, не торг ли это, не... И вот эта вот готовность что-то сделать, она скорее, ну, если она не истинная, а, ну, как манипулятивно-покупочная, да, такая, то она, ни фига, будьте здоровы, вернее, будьте здоровы, ни фига не сработает. Ну, то есть если это такая история, и не истинной просьбы, не истинной готовности что-либо делать, сотрудничать как-то, чтобы выйти из вины перед другим человеком. А для этого надо ее признать, а для этого надо... И это вот работа семейного психотерапевта, да, когда мы останавливаемся в точке перевода, да, там, часто же партнеры не... Ну, на разных языках общаются, вы переводчиком становитесь вот между этими колодцами, ходите, так, что там его... А он, похоже, то говорит. Ну, такой, а он, похоже, не согласен. Так, а, нахрен, да, вот эта вот история... Ну, и тогда вы говорите, распрямляете послание, там, как-то замечаете то, что говорит другой человек, ну, действительно, в паре. Ну, такая отдельная, отдельная большая история идей про то, как это сделать можно, да, как это делается на практике. Вот. То есть, главная мысль, что за прощением в любви, в частности, страх отвержения... Если я прощу, я утрачу власть над тобой, и я буду отвергнута тобой. И если... А уничтожение как-то, в этом месте же оно как-то тоже существует? Конечно, конечно, я могу усилить твои страдания на каков в колодец. А вот это чувство, когда, если я прощаю, чувствую себя униженным и слабым, может, тоже будет операция? Ну, это, скорее, это про, если ты обижаешься, если ты сверху, унижен и слаб. Да, и это, скорее, действительно углубляет колодец и усложняет работу по прощению. Усложняет работу прощения. Тебе придется долго искать длинную лестницу, и твой выбор, прощать или нет, будет намного более сложным. Если обида усилена унижением, усилена оскорблением, усилена физической болью. Здесь очень важно знать, что есть выбор и у вас, и у ваших клиентов не прощать. Он с последствиями, но, как это, родители и выбирают. Выбирают, ну, продолжайте отношения, или колодец настолько глубок, что мы просто знаем, что он там есть, и туда не ходим. Мы огораживаем. Круто рассказать клиенту, что, слушай, выбор не прощать, а уж точно про то, чтобы сохранить все эти отношения. Да, так в том-то и дело, особенно обижаются на ушедших, умерших, потому что обида – лучший проводник памяти. Любовь никогда так память не удержит. То есть это просто поколениями передающиеся такие драгоценности обиды. Тогда появляются вот эти, ну, сложные муки выбора, идеи выбора и все остальное. То есть вы возвращаете эту способность, а дальше уже, ну, как пойдет. Дальше уже, ну, опираетесь, как ты говорила. Как Бог на душу положит. Ну, что, завершаемся.